А вообще давно хотела сказать вот что. Наши знаменитые мэтры, они как-то уж более фамильярно стали относиться к Пушкину. Это продолжается уже несколько лет. То есть, ну, Пушкин великий, я великий. Александр Сергеевич, да? Ну, вот как Александр Сергеевич тогда сказал. Привычка свыше нам дана, да? Да, 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 Александр Сергеевич. Да. Ну, Олег Николаевич, Ваня Калинина. Да, Алма. А вот Фёдор Михайлович. То есть, какое-то, ну, почти омекошёнство, фамильярность. Но мне это очень не нравится. То есть, это какая-то хрестокопщина. С Пушкиным на дружеской ноге, да? Бывало, спрашиваю его, ну, как, брат Пушкин? Ну, так, говорит, как-то так всё. Большой оригинал. Так что, вот, как-то мне это беспокоит. Ну, что значит беспокоит? Не нравится мне эта хрестокопщина. Я как-то в самолёте читал странную статью, в которой говорили, что вот его, когда эти командировки от Министерства иностранных дел, они на самом деле не такие простые. То, что везде, когда появлялся, там что-то начинало происходить. Ну, там вот в Кишинёве у меня уже была тоже полячка какая-то знаменитая, да? Да нет, это всё путаешь. Ну, в Одессе-то уж точно в России. Колька была, Собанская была в Одессе, а в Кишинёве там была цыганка, цыганский табор, там были местные боярыши. Но цыгане оттуда или нет, или цыгане позже? Оттуда. Ну, он написал-то позже, но он, да, он уходил с табора, в Кишинёве. Да, ну, там он любил светских женщин, и поэтому его так тянуло в Одессу. Вот там, там были прекрасные женщины, которые только и ждали его. Я, что-то, ну, я не ответила. Да, а, да, что, ну, да, ты опять говоришь о том, что подозрительный Пушкин, что что-то-то происходит. Происходило, конечно, конечно, происходило, потому что он продолжал всякие безобразия. Он ввязывался в драки, он вызывал на дуэль, поэтому вокруг него всё время что-то происходило. А политика, ну, он был настроен очень почти революционно. И это время, когда он был такой очень активный атеист. Он писал очень опасные вещи, типа Гавриляды. Ну, Гавриляду он, скажем так, написал, ещё в лицее начал писать, но он потом ещё писал письмо Давыдову, тоже, в общем, как продолжение Гавриляды. Так что вот всё это происходило, конечно, очень опасно. Отчего его и защищал всегда Инзов? Своёобразно. Ну, как своеобразно? Он ему прощал всё. Да, но при этом там мог посадить, чтобы настыло. Ну, да, домашний арест. И Пушкин писал, что о том, что, да, Инзов меня сажал иногда под домашний арест, но потом приходил ко мне, чтобы беседовать о гешпанской революции. Даже вот отношения были такие. А Инзов, конечно, должен был посылать отчёты в Петербург о поведении Пушкина, и он всегда его защищал. Да и Воронцов тоже не жаловался на Пушкина. Неприятности у Пушкина начались после того, как он подружился в Одессе. Подружился с каким-то англичанином, который был атеистом. И они много говорили на эту тему. И Пушкин писал, что он встретил единственного умного афея. Афея – это атеист. И что он во многом с ним согласен. И вот это было очень неприятное. Его же письма переористрировали. Обязательно. Подписывайтесь на наш канал. Удачи! Продолжение следует...